Привет, мои хорошие! Очень рада видеть вас у себя на канале. Здорово, что вы зашли ко мне в гости. Я сегодня встречаю вас, как видите, прямо на кухне. Илюша сегодня с работы прямо написал мне сообщение, что ему очень хочется тертый пирог с вареньем. Не вижу причин для отказа, поэтому будем с вами сегодня делать такой пирог. Очень простой, очень быстрый. У меня здесь есть уже все ингредиенты, кроме варенья. Варенья у нас нет, поэтому не знаю, что будет варенье или джем. В общем, что Илюша после работы заедет, купит, то у нас и будет. Я пока решила сделать тесто, пока его нет, потому что ему еще нужно будет полежать в морозилке, успеть замерзнуть, поэтому тесто замешаем прямо сейчас. У меня на канале вообще уже есть видео-рецепт тертого пирога с вареньем. Но я снимала его уже достаточно давно. Это старое видео. И, в общем, обновим, скажем так. Итак, нам понадобится 2 чайные ложки разрыхлителя, пачка сливочного масла, 2 яйца. Сливочное масло и яйца должны быть комнатной температуры. Я их предварительно достала уже часа 2 назад. Они у меня здесь на кухне лежали. 420 грамм муки, 300 грамм сахара и щепотка соли. Ну и, понятно, варенье или джем, в общем, что у вас есть или что вы предпочитаете. Итак, начнем. Я буду делать тесто в своем новеньком миксере. Берем пачку масла, добавляем щепотку соли, сахар. И начинаем взбивать на довольно высокой скорости сразу. Масло взбили, теперь нужно добавить яйца. Яйца будем добавлять по одному. И после каждого яйца взбиваем снова 2-3 минутки. Вот такая вот достаточно пышная масса должна получиться. Честно сказать, девочки, я осталась не очень довольна миксером, потому что мне кажется, что обычный миксер с двумя маленькими венчиками взбивает гораздо эффективнее. Не знаю, может быть, мне это показалось. Потому что, насколько я вообще, ну вот раньше готовила этот пирог, у меня всегда вот эта масса на этой стадии, она была белая. То ли это масло такое, то ли миксер не очень хорошо взбивает. В общем, у нас получилась вот такая пышная масса. Теперь сюда нужно просеять муку. В муку сразу же добавляем 2 чайные ложки разрыхлителя теста. И постепенно замешиваем. Тесто у нас должно быть не очень сухое, такое слегка липнущее. Пишем к рукам. Пишем к рукам. Далее слегка припыляем стол мукой и выкладываем наше тесто. Тесто сейчас достаточно мягкое и липкое, но оно полежит в холодильнике и приобретет нужную консистенцию. Образно делим тесто на 3 кусочка. Две части у нас пойдет на основание. Одна часть сейчас пойдет в морозилку. Потом мы будем ей посыпать пирог. Этот кусочек сейчас заворачиваем в фольгу, либо в пленку, в пакет и убираем его пока в морозилку, буквально на часик. А этот кусочек я уберу в холодильник минут на 40 на час, для того, чтобы он стал немного поплотнее. Ну что же, тесто наше уже замерзло. Я буду выпекать вот в этой вот форме. Не знаю, в ней еще ни разу не выпекало, пригорает к ней или нет, прилипает или нет, поэтому я смажу ее немного подсолнечным маслом. Ну и большой кусочек теста, который у нас был 2 третьих, который мы убирали в холодильник, будем сейчас выкладывать в форму. Вот так вот максимально ровно, сколько получилось, я это все дело разложила. Теперь сюда добавляем баночку варенья, у меня клубничная. Ну и теперь сверху на терке натираем оставшийся кусочек теста, который был заморожен. Также у меня есть небольшое вот такое количество орешков, я хочу их нарезать и тоже посыпать сверху. Убираем пирог в духовку, разогретую до 180 градусов, на 35-40 минут, в общем, будем смотреть по готовности. Ну что же, пирожочек наш готов, теперь мы подождем, пока он немного остынет и затем будем доставать его уже из формы. Так, ну и теперь давайте покажу вам, по каким материалам мы занимаемся. Я здесь все выложила, чтобы мне ничего не забыть поподробнее все рассказать. Просто не один раз меня спрашивали, что вот Сеня в этом году пойдет в школу, чем мы пользуемся, как мы готовимся, какими материалами пользуемся, какие у нас книги, какие у нас рабочие тетради и прочее. Кстати, про рабочие тетради мне в этот раз, да, кто-то в комментариях советовал купить в фикс-прайсе, говорят, очень классные рабочие тетради, а мы в этот раз заезжали, я вообще забыла про них, поэтому надо будет снова съездить и закупиться новыми рабочими тетрадями, потому что наши почти закончились. В общем, давайте покажу, может быть, кому-то будет полезно, покажу, чем пользовались раньше, чем пользуемся сейчас. Ну, в основном здесь почти все, что мы сейчас и используем. Итак, значит, у нас, у меня вот здесь две вот такие книги, они из одной серии, они уже нам не подходят по возрасту, здесь 4-5 лет, 5-6 лет, и есть у нас такая же книга 3-4 года. В общем, три книги, я не знаю, может быть, их есть больше, но книги очень хорошие, я вот 3-4 года уже давно убрала книгу, а эти пока оставила, потому что, ну, мы им иногда все еще ими пользуемся, учитывая даже то, что они не подходят для его возраста. Когда мы с ним занимаемся, к примеру, письмом, чтением, чем-то еще, то ребенку нужно дать мозгу немного отдохнуть, то есть либо почитать, да, к примеру, ему, посмотреть картинки, может быть, что-то такое. Вот здесь такие достаточно уже простые для его возраста задания, что я их как бы использую в перерывах между серьезными заданиями, и они достаточно интересны. Здесь весь материал поделен по категориям, то есть есть, к примеру, раздел книги на внимание, где именно идет на развитие внимания, на развитие памяти, все в играх, все в такой, знаете, игровой форме, в классной, очень в доступной, отдельно по изучению цветов, отдельно счет, здесь есть отдельно логика, то есть получается, что мы вот, ну, в течение занятия я выбираю, к примеру, две каких-то, два каких-то варианта, к примеру, сегодня логика и, ну вот, к примеру, речь мышления, да. Речь мышления здесь не то, чтобы ребенка научить говорить, а именно правильно формулировать свои мысли, то есть составить какой-то рассказ по картинке. То есть, во-первых, получается, что у ребенка начинает развиваться фантазия, ну и, во-вторых, детям обычно очень сложно бывает правильно выразить свои мысли полноценно. Детям не очень легко дается именно вот правильная формулировка. Именно вот этот вот раздел, он очень помогает научить ребенка составлять какие-то связанные рассказы, истории, придумывать их. Поэтому я считаю, что то, что здесь указан возраст, там, 4-5 лет, 5-6 лет, это все это не важно. Арсению и сейчас очень интересно эти задания выполнять. Вот на этом все. Здесь, по-моему, уже идут другие какие-то странички. Да, здесь, видите, на воображение тоже, на память, математика, ну, формы, в общем, все-все-все в игровых формах. Здесь есть даже некоторые странички, которые нужно вырезать, но мы этого не делаем, потому что не хочется портить книжку. Это книги. И, значит, кому интересно, может быть, кто будет искать в интернете дошкольный проект «Уроки для дошколят» издательства «Расмен». А вот, да, видите, даже написана серия учебных книг для детей 3-4, 4-5 и 5-6 лет. У нас есть все книги, вот эти по этим двум мы пока еще занимаемся. Одну мы уже убрали, там, потому что совсем, ну, уже, там уже совсем для лялечек. Далее покажу то, чем мы уже сейчас не занимаемся, но еще до недавнего времени пользовались. Это вот такая вот говорящая азбука. Очень удобно. Мы, Сеня, когда он был маленький, покупали плакат говорящий. Знаете, бывают такие плакаты, которые вешаешь на стену. Там точно так же есть вот такие вот буковки. Но плакат у нас как-то не зашел, а вот эта вот книжка, она ему очень-очень... Сеня, не надо. А вот эта вот книжка, она ему очень-очень понравилась. То есть здесь, помимо того, что есть звуковое сопровождение под каждой кнопкой, да, для каждой буквы, здесь такие странички ламинированные, на них можно учиться писать. То есть, ну вот, тут не знаю, чем он написал. То есть вы покупаете просто маркер на водной основе, есть изображение буквы, есть образец, выполненный пунктиром, и далее уже ребенок сам по клеточкам продолжает писать эту букву, тренироваться. То есть мы больше ее теперь для этих целей держим уже, потому что буквы Арсений знают, а вот это вот очень удобно. Есть, я знаю, специальные такие прописи, да, с многоразовыми страничками. Ну, у нас вот такая книжка. В принципе, по ней можно заниматься уже прям с раннего-раннего возраста, потому что картинки яркие, красивые, в каждой картинке есть стихотворение. Ребенок здесь ничего не испортит, потому что все это стирается, плюс звуковое сопровождение букв. Маленьким деткам особенно это нравится. Мы своему Сене покупали говорящую азбуку, наверное, когда ему еще было года два, и, ну, может быть, лет до трех вот он ей пользовался, потом, в общем, порвал ее. А вот книжечка пока у нас живая. Сразу же давайте буду вам показывать издательство, может быть, кто-то будет искать. Так, издательство Белфакс, электронная говорящая азбука. Нечто подобное, это вот такая вот говорящая таблица умножения. Вообще, часть этих книг нам досталась в наследство от моей младшей сестры, потому что, ну, она девочка, она аккуратно пользовалась, мама потом эти книги нам отправила. Ну, потому что они действительно классные и полезные, и в игровой форме ребенку всегда легче чему-то научиться. Так вот, есть такая вот еще книга, говорящая таблицу умножения. Мы таблицу умножения пока не учим, но я думаю, что, по крайней мере, мне хочется, чтобы до школы мы уже начали тихонечко ее проходить. У кого-то сопровождение под каждой кнопкой, есть умножение, деление, равно. На табло сразу же отображаются все цифры, которые вы набиваете. По сути, здесь, ну, встроенный калькулятор, то есть можно сразу же считать, проверять. И также здесь есть несколько режимов. Режим просто таблиц, когда ребенок учит таблицу умножения, режим проверки. Получается, сразу же выходит 2 умножить на 9, и ребенок должен набрать правильный ответ. Также есть функция экзамена, и, ну, просто музыка, это как бы нам не особо интересно. Ну, и внутри здесь наполнение подобное. То есть здесь также со стихами, с яркими картинками, все на примерах. Пожалуйста, вот два банана, два банана, два банана. Видите, как бы все, как в детском садике, на яблочках, на бананчиках. По-моему, очень интересно. Ну, и также ребенок здесь тренируется, пишет сразу же в окошечке, прописывает точно так же маркером на водной основе результаты ответов. По-моему, вообще здорово. Мы этой книгой пока не занимаемся, но я ее держу под руками, потому что хочется мне уже, конечно, чтобы мы начали с ними изучать таблицу умножения. Я надеюсь, что в ближайшее время мы этим займемся. Издательство Асбуквари. Сейчас покажу, какими мы пользуемся материалами на постоянной, на ежедневной основе. Это, конечно же, букварь. Буквы мы уже, конечно, как бы все знаем. Читатель все не читает, но читатель научился еще до того, как, получается, мы дочитали букварь. Мы сейчас находимся вот на этом месте. У нас еще осталось вот такое вот количество страниц непрочитанных. Но как только мы его дочитаем, я думаю, что мы начнем его читать снова, дабы закрепить весь материал. Потому что очень многое забывается. У ребенка память кратковременная. То есть пока мы дошли до конца книги, он уже порой забывает какие-то буквы, которые мы проходили, какие-то сочетания именно, которые мы проходили в начале этой книги. Скажу честно, когда мы начали заниматься по этой книге, это было, наверное, года два назад, мне не очень понравилось. Потому что для меня, как для человека, который вырос на азбуке, на обычной вот этой, знаете, синей азбуке с буквой А, где все буквы были по порядку, для меня, например, было очень непривычно и самой непонятно, почему букварь начинается вообще с других букв. И я эту методику сначала не очень понимала. Тем более, что у него ничего не получалось, он вообще не мог ни запомнить ни буквы, ни читать. И я сначала подумала, что, ну, сама по себе вот эта методика, сама по себе вот эта программа, книга этого автора, что она какая-то неудачная. Но все равно, знаете, как говорится, если долбить в одну точку, упорно трудиться и заниматься, все будет нормально, так и получилось. То есть мы не бросили, все равно мы занимались по этой книге. И, ну, слава богу, вроде как бы у нас с чтением теперь более-менее. Это у нас издательство Литур. Вот такая вот книжечка. Так, далее, чем мы занимаемся на ежедневной основе? То есть у нас обязательно каждый день, если мы занимаемся, у нас обязательно чтение, у нас обязательно письмо, у нас обязательно какие-то занятия либо на логику, либо на воображение, либо какие-то такие развлекательные занятия. Ну, вот, получается, три главных таких аспекта, которые я стараюсь каждый день затрагивать. Значит, смотрите, а, математику, ну, как математику забыла. Значит, вот такие вот у нас есть книжечки. Это производство хаппер, были разные-разные прописи, были разные-разные книжки с какими-то заданиями, но вот книги с заданиями, где что-то нарисуй, посчитай, что-то придумай, они у нас закончились раньше всего, мы их быстрее всего прошли, а вот прописи с математикой пока остались, мы с ними еще не закончили. Значит, у нас осталась математика, здесь идет именно, видите, на сравнение, то есть они разные, есть математика на счет, есть математика, по-моему, там умножение, сложение, вот это конкретно, это сравнение, то есть здесь именно все задания ориентированы на то, чтобы ребенок сравнивал большое с маленьким, много-мало, высокий-низкий, в общем, все это при этом нужно посчитать, поставить правильные знаки, больше-меньше-равно, ну вот, в общем, все в таком вот духе. Прописи тоже все разные, видите, у нас остались прописи, пишем цифры и прописи, пишем буквы, по-моему, были еще какие-то, если я не ошибаюсь, так вот здесь тоже все очень прям пошагово, есть изображение самой буквы, при этом стрелочками, видите, указано, чтобы ребенку показать, как правильно ее писать, у нас, например, с этим проблема, Сеня пишет некоторые буквы не в том порядке, ну, пишет элементы цифры, элементы букв не в том порядке, в котором следует, сразу же, видите, представлена какая-то ассоциация, чтобы ребенку было проще запомнить. Все это разрисовано по клеточкам, ну, и дальше уже идет прямо маленькими элементами, да, ребенка учат писать данную цифру, маленькими-маленькими шажками, ну, вот, в общем, книжка довольно-таки интересная, ну, как по мне, Сеньке, конечно, не очень нравится по ней заниматься, потому что, ну, он не очень любит писать, ему кажется, это очень сложно, но ничего, ничего, дело привычки, в каждой, да, на каждой страничке есть для того, чтобы ребеночек немного отвлекся, есть какая-то еще игрушка, игра. Так, ну, и последняя, это вот такая вот прописи, здесь уже пишем буквы, и мы пока по ней заниматься не стали, потому что здесь буквы, видите, именно прописные, с прописными буквами у нас как-то пока не очень, мы учимся пока хотя бы печатными писать, он, конечно, обводит то, что есть. Получается, что в этой прописи есть буквы, прописанные пунктиром, но если бы этой пунктирной линии не было, он бы не смог их написать. У нас сейчас проблема именно в том, что пока он обводит пунктир, все нормально, но сам попасть в клетки, если пунктира нет, например, вот в такой прописи, он уже не может, то есть для него очень сложно именно сориентироваться в какой части клетки, из какой части клетки, куда вести ручку, в общем, ну, вот поняли, надеюсь, меня, я так еще, я тут еще объясняющих. Далее осталась у нас всего одна вот такая вот тетрадь, тоже их было достаточно много, они там тоже бывают разные. А, ну вот, они, видите, здесь, получается, четыре вида, не могу, а вот, получается, четыре вида умной клеточки, помимо умной клетки были еще, ну, различные другие такие тетради, это тоже производство Хатбер, а здесь у нас вот осталось только ставим точки. Тоже достаточно интересно, и это не математическая тетрадь, она больше на внимание и на логику, потому что здесь нужно не считать, здесь нужно именно внимательно посмотреть образец и продолжить делать то же самое. Понимаете? К примеру, вот такие вот рисунки, и дальше нужно продолжить. То есть, ну, в основном здесь все в таком роде, да, дальше нужно продолжать делать то же самое. То есть, достаточно, для ребенка это достаточно нелегко. Я сразу хочу сказать, по крайней мере, Сене вот это очень, не очень легко дается. Очень долго пришлось Семю объяснять, что от него требуется, потому что он не мог понять, ну, все время путался, где, где, где нарисовать, какой элемент. Достаточно такая сложная книга. Далее мы пользуемся всяческими прописями, которые бывают в раскрасках. Я, ну, взяла одну раскраску, у нас их достаточно много тоже. По сути, это обычная раскраска, но внизу есть вот такие вот прописи. Я брала эти раскраски не столько из-за мультика, из-за самой раскраски, сколько именно из-за этих прописей, потому что здесь мне очень понравилась именно вот эта часть. Букв много, буквы достаточно мелкие, то есть, чтобы ребенок тренировал все-таки, да, руку. И здесь все они, видите, обведены пунктирной линией, то есть, нет такого, что пустая строчка. Я думаю, что пока ребенок пропишет абсолютно всю пропись, он как раз уже научится ровненько и красивенько писать. Далее у нас есть вот такая вот папка дошкольника. Вообще именно вот эту папку нам дарили, но у этой серии есть тоже огромное количество различных папок. Там не только игры, ребусы, головоломки, да, как у нас там есть и на чтение, и на письмо, и конкретно там про природу, про еще что-то. В общем, там огромная-огромная серия. Это хороший действительно материал. Здесь, по сути, как бы это не книга, здесь просто вложены странички с заданиями. В данном случае у нас ребусы, но пока, конечно, до ребусов мы еще не дошли, потому что для Сени я считаю, что пока это сложно. Ну, по крайней мере, я понимаю, что он еще с этим не справляется. Ну, как бы вообще по возрасту, по идее, он уже должен уметь это делать, но я не знаю, у нас как бы пока, он еще пока у нас не может этим заниматься. Поэтому это пока у нас лежит. Далее, чем мы еще занимаемся? Помимо того, что у нас есть, я еще на регулярной основе распечатываю, ищу какие-то задания в интернете, распечатываю их. Ну, просто даже в обычном, в черно-белом варианте, потому что, чтобы потом не жалко было выбросить. В каких-то вот оборотках я распечатываю, чтобы, ну, такой расходный материал. И стараюсь найти материалы всякие. И для того, чтобы набивать руку, и вот какие-то, где подумать нужно, что-то пораскрашивать, какие-то аппликации. Аппликации у нас вот закончились. Здесь было намного аппликаций, где нужно вырезать, наклеить. Ну, вот такие вот всякие тоже задания. Тут уже у меня немного осталось. Я начала их распечатывать еще в январе прошлого года. Тогда я ему прямо на целый год распечатывала и поделила их сразу же, ну, скрепочками скрепляла на январь, на февраль, на март. Потом уже просто так получилось. Ну, оказалось, что это не очень удобно, когда распланировано на каждый месяц. И я доставала просто то, что нам нужно было в данный момент пройти. То есть тут уже осталось совсем немного. Нужно будет распечатывать что-то свеженькое, новенькое. Да, ему больше всего нравятся лабиринты. И там аппликацию он сенька принес. Вот он как раз сделал. Это я распечатывала. То есть идет один, одна страничка идет пустая, просто с контуром. А вторая идет с отдельными детальками. Их нужно вырезать и наклеить на этот контур. Да. Далее есть у нас вот такие вот прописи. Покупала, по-моему, я их когда-то давно в фикс-прайсе. Брала, ну, как бы на запас, на вырос. Мы тогда еще не писали. И сейчас уже пожалела, что взяла мало. Поэтому если в вашем фикс-прайсе, возможно, с каких-то давних времен остались вот такие вот прописи, обязательно возьмите своим деткам, ну, если подходит возраст. Потому что они действительно классные. В магазинах такие прописи стоят на порядок дороже. И чем они классные? Тем, что у них, ну, помимо того, что вот здесь просто пишем, да, что-то есть обводить рисунки. Здесь такие вот, я не знаю, видно ли на камеру, здесь такие вот полупрозрачные странички. То есть есть вторая страничка, да, на которой, например, нарисована траектория движения зверей. А есть сами звери. И именно через прозрачную страничку ребеночек обводит. То есть, по сути, как бы получается такая бледная-бледная линия, которую практически не видно. И ребенок уже как бы, ну, здесь не только внимательность, да, свою развивает. И все-таки не так легко, как, к примеру, вот просто вот так по точкам рисовать. В общем, мне эта пропись очень понравилась. Мы как раз сейчас закончим ту и перейдем вот к этой. Здесь такие прям довольно-таки мелкие элементы. И мне кажется, очень здорово. Именно для тренировки руки. Далее еще из такого более-менее развивающего. Мы пользовались по одно время вот этой вот книгой. Сейчас уже с ней не пользуются, потому что, ну, уже немножечко перерос ее, видимо. Это тоже серия Азбукварик. Так же, как и говорящая таблица умножения. Тоже очень интересная книга. Тоже достаточно старая уже. Здесь, видите, эта книга что-то вроде энциклопедии. Но здесь все очень кратенько-кратенько описано. И каждое животное, да, про которого есть описание к нему, есть вот такие вот трафаретики. То есть ребенок может либо обводить вот здесь, либо брать уже силуэт и обводить силуэт. У нас именно животные джунгли и саванны в пустыне. Но я думаю, что они тоже бывают разные. Очень интересная книга, тоже очень познавательная. И на таком достаточно доступном языке все описано, все кратко. Потому что длинные энциклопедии читать пока ребенок в таком возрасте не очень любит. Не может очень долго сидеть, внимательно слушать. Не может долго концентрироваться. Поэтому информация должна быть, ну, я считаю, как можно кратче. Мы, конечно, читаем и нормальные, большие энциклопедии, но совсем чуть-чуть, маленькими отрывками. Потому что буквально через 5 минут внимание у ребенка уже рассеивается. Он уже не воспринимает все, что вы ему читаете, рассказываете. Либо нужно делать какие-то перерывы, либо стараться выдергивать из контекста самое важное, основное, чтобы вы хотели, чтобы он запомнил. Вот такой вот есть у нас еще логопедический букварь. Но это производство Росмен. Но мы, честно сказать, еще по нему не занимались. Я еще даже не смотрела, как им пользоваться, потому что здесь это не просто букварь. Здесь есть какой-то зарыт, какой-то смысл. Не смотрела еще, как им пользоваться. То есть он у нас еще пока лежит, эта книга лежит, ждет своей очереди. Пока еще мы ей не пользовались. Ну и далее остались две Сенины самые любимые книги. Первая – это «Учим английский с мамой». Замечательная, просто обалденная книга. Я как человек, который знает английский, ну, очень поверхностно. Мои знания английского, они становились на уровне знаний среднепрофессионального образования, понимаете? То есть я не могу свободно на английском говорить. Я еще как-то более-менее могу переводить, и то желательно с переводчиком. Могу максимально кратко что-то из такого, что я, по крайней мере, знаю, сказать своими словами. По сути, можно сказать, что я английский не знаю, поэтому для меня тоже очень интересно. Мы занимаемся вместе. Книга составлена на очень доступном языке. И это не та книга, которая учит именно разговорному языку, да, здесь нет такого, что вы книгу прочитали и прям научились сразу по-английски разговаривать. Нет. Здесь именно обучение каким-то базовым фразам. Здесь именно идет изучение базовых слов, те слова, которые понадобятся именно в общении. В принципе, такие основные слова, которые нужно знать. Также поделено все по разделам. Есть раздел «Семья», «Фрукты», «Овощи», «Игрушки». Ну, в общем, как обычно бывает в учебниках. Как и в учебниках английского языка, обязательно представлены вот такие вот странички в виде комиксов, для того, чтобы изучить именно разговорную форму, как можно эти слова применять, как высказаться правильно. В общем, интересно, а тоже книга хорошая. Это у нас издательство. Издательство «Слово», «Аст», «Москва», автор Галина Шалаева. Ну, и последнее, Сенина, самое любимое. Это не то, чтобы обучалка какая-то. Это книга не на чтение, не на счет. Эта книга просто для увеличения кругозора ребенка, то есть, либо дети могут играть в эту игру между собой, здесь викторина электронная, либо, ну, вот я играю, например, вместе с Сеней или папа вместе с Сеней, чтобы сразу же отследить, что он не знает и какие-то вопросы ему пояснить, рассказать. Принцип какой? То есть, в книге есть огромное количество вопросов с вариантами ответов. И есть вот такой вот джойстик, ведется счет на двух игроков, то есть, игроки отвечают по очереди, автоматически выпадает какой-то номер вопросов. В данном случае у нас, посмотрите, выпало 269. Вопросы тоже все поделены по разным категориям. География, сказки, техника, в общем, всяческие-всяческие категории. И вопрос достается абсолютно рандомно из любой категории, чтобы ребенок мог ориентироваться, развивался во всех сферах. Здесь у нас, ну, например, вот на рисунке дети играют во что? В снежки, в кубики, в броски, в литки. Но это такой попался очень легкий вопрос, но если вопросы гораздо сложнее, например, для чего спортсмена молод, равный счет в игре это, в соревнованиях по стрельбе спортсмены целятся там куда-то. В общем, нужно выбрать правильный ответ, нажать соответствующую букву, появится правильный ответ или неправильный, и ход переходит к другому игроку. Кто больше наберет баллов, тот и молодец. Но здесь дело именно не в соревновательном духе, здесь именно дело в повышении кругозора. То есть я сразу же вижу, в каких вопросах Арсений у нас не осведомлен, чего он не знает, сразу же можно ему пояснить. В общем, это вообще его самая любимая книга. Ну и помимо чтения письма и прочего, мы стараемся все-таки еще и расширять кругозор ребенка, поэтому читаем ему энциклопедии. Слава богу, у нас их достаточно много. Бабушка подарила нам всю серию энциклопедий, они очень интересные, я уже показывала вам их в каком-то из влогов. Если кому-то будет интересно, может будете искать, посмотрите, это издательство Эксмо. Просто потрясающие энциклопедии с огромными классными картинками, очень все доступно описано, и Сеня очень их любит. Он их не только со мной читает, он и сам любит их полистать, потому что картинки классные. В каждой картинке есть какое-то пояснение, что изображено, и в общем здесь раскрыты практически все темы. В данном случае у нас есть динозавры, древний мир, животные, животный мир, подводный мир, насекомые, космос, человек, изобразительное искусство, растения, чудеса света, птицы, земля, фантастические существа, вымершие животные. Мне даже самой, как взрослому человеку, очень интересны некоторые энциклопедии, я сама их пролистывала. Мне, например, очень интересно про чудеса света, про вымерших животных, про фантастических существ, древний мир, очень интересная энциклопедия. Ну и помимо этой серии у нас есть еще и другие энциклопедии, они не такие большие, они у нас не собраны целыми сериями. Например, вот такая вот тело человека, очень классная энциклопедия, тоже, по-моему, бабушка Арсению отправляла. Здесь просто обалденные иллюстрации, на которых можно изучить прямо тело человека действительно от и до. Начинается все, конечно же, с клеток, как происходит рост, старение, все вот на таких вот схемах, да, к примеру, вот про биопротезы есть отдельная страница. Конечно же, как без изображения скелета, каждая кость подписана, описано, что, где находится, и конкретно по отдельным органам, про сердце, да, здесь есть про дыхательную систему, в общем, практически все, что известно о человеке, постарались упихать в такую вот малюсенькую, тоненькую книжечку, все это с такими большими, посмотрите, какие большие картинки, глянцевая страница, мне очень нравится эта книга, я сама ее не раз листала, потому что это интересно. Интересно, как происходит процесс осязания, интересно, как происходит процесс обоняния, в общем, очень здорово. Это у нас издательство Астрель, книга так и называется «Тело человека». Еще одна очень интересная книга, ну, это не энциклопедия, это, скорее всего, просто книга такая вот про динозавров, они тоже бывают очень разные, просто Сеня у нас в одно время очень интересовался динозаврами, потом у нас все было про динозавров. Это книга с живыми картинками, что это значит, то есть книга в дополненной реальности. По сути, это что-то вроде энциклопедии, здесь, например, у нас в данном случае описаны различные динозавры, какие они были, какого они были размера, чем питались, где обитали, где нашли их останки. В общем, все-все-все, тоже в очень краткой доступной форме все описано, и каждого динозавра можно оживить. Устанавливается специальное приложение на телефон, наводится, через это приложение вы наводите телефон на картинку и получаете проекцию того, что изображено на картинке у себя вот так вот, прямо в пространстве. При этом там динозавра можно и покормить, и движениями пальца отправить куда-то гулять по собственной комнате, посадить его на руку, в общем, очень это здорово. У нас есть такая же книга, в этом году уже дарили книгу, моя сестра дарила ему вот такую же книгу с дополненной реальностью, зимние приключения, очень тоже интересная, очень классная. И вообще такие книги детей очень завораживают, поэтому если вы ни разу не покупали ребенку своему такую книгу, обязательно попробуйте, я думаю, что ребенок ваш оценит. Они так и называются, книги в дополненной реальности, бывают просто огромное их количество и разные производители, и на разные абсолютно темы. Ну и вот осталось тут совсем немного, вот такая вот есть энциклопедия, бабушка совсем недавно нам ее отправила, большая детская энциклопедия. Это «Атлас мира», мы его еще не читали, но здесь про каждый отдельный континент, я так понимаю, прям подробно все расписано, про население, про животный мир, про растительный мир, в общем, я думаю, что тоже будет очень интересно. Вот такая вот есть маленькая энциклопедия, это, по-моему, даже в фикс-прайсе продавались по одно время, а может быть и нет, не помню, честно сказать. Вот это вот точно из фикс-прайса «Мир динозавров», она очень тонюсенькая, но Сенька тогда ее увидела, запросила, ему захотелось. У нее не очень хорошее качество, у этой энциклопедии шершавые странички, страниц немного, а текста много, поэтому читать ее не очень оказалось интересно. И вот такая вот детская энциклопедия, здесь вот уже хорошие странички, очень много иллюстраций, иллюстрации большие, странички глянцевые, тоже в краткой форме все написано, то есть очень тоже на доступном языке, ребенку можно рассказать, даже своими словами прочитать и рассказать своими словами все, что вы прочитали о животных. Ну вот как-то так, вот по таким материалам мы занимаемся. Ну что же, наступило время готовить ужин, надеюсь, что вы в очередной раз составите мне компанию, как всегда ничего сложного не будет, все будет очень просто, но тем не менее достаточно вкусно. Я тут разложила, постаралась красивенько разложить все продукты, либо на меня весна так действует, но скорее всего создание нового канала кулинарного, куда я буду немного переделав, выкладывать все рецепты, которые я показываю во влогах. В первую очередь, конечно же, для вашего удобства, чтобы вы могли легко и просто найти нужный рецепт, мало ли когда-то в каком-нибудь влоге я буду снова повторяться и готовить что-то то же самое, и смогу оставить вам ссылочку на этот рецепт, чтобы вы могли зайти и посмотреть. В общем, ладно, не буду отвлекаться, смотрим, что нам понадобится. Я взяла вот примерно такое количество картофеля. Количество картофеля вы берете, исходя из того, сколько на вашу семью его нужно. То есть мы на троих, наверное, съедим вот столько, то есть я примерно как бы взяла. Далее, здесь у меня 400 г фарша, 100 мл воды, луковицы, 2 головки чеснока, чайная ложка горчицы, 2 столовые ложки сметаны, столовая ложка томатной пасты, сладкая паприка, соль, перец и, в принципе, все, что нам понадобится. Начинаем с вами готовить. Итак, первым делом подготавливаем картофель. Я нарежу, как это делаю чаще всего, вот такими вот дольками. В принципе, нарезайте, кому как удобно, кому как привычней. У меня будут вот такие вот кусочки. Луковицу и чеснок я перемолю в блендере. Добавляю в фарш. Соль, перец у меня здесь добавлено, поэтому я больше не добавляю. Сейчас вот из фарша, из этого будем делать маленькие котлетки. Ну вот, котлетки сделала, теперь будем собирать тихонечко блюдо. Убираем противень теперь в духовку, разогретую до 220 градусов на 15 минут, и пока займемся приготовлением соуса. Итак, соус. 2 столовые ложки сметаны любой жирности, столовая ложка томатной пасты, сюда чайную ложку горчицы, у меня обычная русская, пол чайной ложечки соли, немножечко перца и чуть-чуть паприки. Все это перемешиваем. И теперь сюда добавляем водичку, 100 миллилитров. Все, соус готов. 15 минут прошло. Достали противень из духовки, теперь поливаем все соусом. И снова убираем в духовку минут на 20. Да, наверное, на 20. В общем, будем смотреть по готовности. Ну вот и все. Вот такой вот получается достаточно простой, достаточно быстрый и, тем не менее, очень вкусный ужин. Я, девочки, если вы помните, мясо не ем, по крайней мере, фарш вообще ни в каком виде не ем, поэтому себе там в духовку поставила курочку. Там у меня 2 ножки и 2 крылышка на сегодня, на завтра мне хватит. Картошечку в мальчишек возьму. В общем, вот такая вот получается у нас вкуснятина. Спасибо вам огромное за то, что провели сегодняшний день вместе со мной. Надеюсь, что это видео вам понравилось. Оно получилось такое практически полностью кулинарное. Но я думаю, что ничего страшного для разнообразия можно. Прощаюсь с вами совсем ненадолго. Увидимся с вами, ну, если все получится, то через день. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok